Близь Нижнего Новгорода Среди заволжских деревень раскинулось большое старинное село Хохломат, расположенное на берегу Волги. Жители окрестных сел издавна занимались разными ремеслами, в том числе изготовлением деревянной посуды и домашней утвари. На волжские ярмарки приезжали купцы со всех концов Руси и даже иноземцы. Огромным спросом пользовалась деревянная посуда, расписанная в красные, черные и золотые цвета, украшенная стеблями, цветами и ягодами. Хохломская роспись по дереву – русский народный художественный промысел, возник во второй половине 17 века на территории современного Кавернинского района Горьковской области. Название промысла дало торговое село Хохломат той же области. Для хохломской росписи характерна оригинальная техника окраски дерева в золотистый цвет без применения золота. Традиции хохломского рисунка пришли к нам в народное искусство с украшениями древнерусских рукописных книг и икон. Посуда хохломы создает ощущение жаркого пламени. Она практична и нарядна и поражает своей удивительной красотой. Прежде хохломской промысел был семейным. Мужчины точили из липы заготовки, женщины их грунтовали жидким раствором глины, потом натирали серебристым порошком. Вот по этой блестящей как металл поверхности и делали роспись с масляной краской. После росписи и просушки изделия покрывают олипой, затем встают в горячую печь. Так появляется золотой цвет. Под влиянием высокой температуры серебро превращается в золото. Получаемые готовые изделия устойчивы как к жаре, так и к холоду. Они изящны, красивы, легки как весенний ветерок и ярки как летний солнечный лучик. Любимые цвета – красный да черный и совсем немного желтого и зеленого для мелкой прорисовки. Закалится лак до желтого цвета и вспыхнет под ним блестящий фон. Чем не золото? Любят мастера этого промысла растительные узоры – травки, ягодки, цветы сказочные. В работе над росписью пользуются двумя приемами письма. Первый прием – верховое письмо. Узор пишется черной, красной, зеленой краской на серебристом фоне изделия сверху. После сушки и многократных покрытий олифой фон изделия приобретает золотой цвет и называют варианты такой росписи под листок, под ягодку. Второй прием – под фон или фоновое письмо. Золотой узор на черном или красном фоне. На полуду серебряный фон наносится контуры будущих листьев, цветов, ягод, птичек и других элементов росписи. Мастер почувствовал форму предмета, обдумал рисунок и уже безошибочно знает, в каком месте что разместить. Пространство по наружной стороне контурных линий закрашивается черной или красной краской. Происходит заливка фона. После сушки и покрытия лаком, в результате чего серебро превращается в золото, художник начинает расцвечивать ягоды и другие элементы рисунка, оживки. А на свободном пространстве фона нарисует травку. Когда создается роспись под фон, получается орнамент из золотых листьев и цветов. На красном или черном фоне золотистые изображения выглядят очень нарядно. Главный мотив хохломской росписи – травка. Она является неизменным элементом узоров хохломской росписи. Травка усеянная большими и маленькими завитками, напоминающим узкие листочки. Плавные и изогнутые, ритмично чередующиеся красные и черные травинки, большие и маленькие, кудрявятся не касаясь ведущего стебелька – креуля. В такой узор включаются и другие элементы – листочки, ягодки, цветы, птички. Иногда в центре помещаются такие элементы, как цветок, гроздь рябины, а вокруг изгибаются, как бы вырастают, и веточки, травки. Хохломские художники любят рисовать на своих изделиях земляничку, малинку, ежевику, крыжовник, черную да красную смородинку, рябинку. И иногда даже один и тот же мастер не напишет их одинаково. Чуть-чуть изменит очертания листа, по-другому изогнет веточки, разбросает цветы и ягоды. И вот тот же самый мотив заговорит по-новому. Продолжение следует...